Телеканал «Дождь» представляет Почему произошло это восстание? Мне была довольно любопытная встреча Как вас зовут? Катя А вы доктор? Я анестезиолога А вообще сколько вы умерили всего проживания? 16 лет Что послужило причиной? Из-за чего все это сгатонировало? Я, кстати, тоже разговаривала со многими местными Спрашивала, а почему вы так против него? Он мне вот один парень буквально на днях сказал Что с моей семьи он у Каддафи убил 4-х человек Погибло из него 4-х человека Не во время, наверное, сейчас этой больницы А перед этим Но это было похоже, допустим, на поздний Советский Союз 80-х? Нет, скорее всего на сталинизм Имя, например, Каддафи произнесилось под «Тихо» Ну, очень многие его ругали Очень В «Тихоря»? В «Тихоря» Никто Вот я, честно говоря, сколько лет Я ни одного человека не видела Что кто-то от него отзывался Хорошо, измерз Дальше я нашел подтверждение этим словам Потому что однажды в пресс-центр пришел человек Он принес диск На диске вешали людей Он показывает мне вот на человека, болтающегося в петле И говорит, это мой дядя Где ты видео-то это взял? Ну как где? Это же по телевизору нас транслируют То есть молотит тут людей репрессивный аппарат И он даже как бы не стесняется этого В блогах здесь такие прокодофистские настроения были И все расписывали, что чего этим людям не имется Как при коммунизме Жили и вдруг начали бунтовать И мы отъехали километров за 200 от Бенгази на юг Посмотреть, как там живут люди Когда-то это был шатер А теперь вот Что-то такое Из гофрированного железа Вот так вот Выглядит комната На полу ковер По углам матрасы Подушечки Лампочка под потолком Вот здесь хозяйка дома Со всеми маленькими детьми, девочками Это кухня Вот здесь что-то готовится Этого штук вот на газу Из газового баллона Здесь вот что-то такое вот варево Кипит Вот так, собственно, здесь готовят Лепешки Электрическая плита Электросковородка На ней фекут И уже ладошкой отряхивают Кстати, это единственное каменное здание В этом, не знаю, поселке, стойбище Вот это вот как бы ванной умывальник Вот в таких вот чайничках Греют воду Если надо помыться Подсвечивают себе вот такими вот Лапами Вот таз Который, видимо, тоже используется в качестве ванны Мы едем к колодцу Пошли по воду Вот так вот живут люди Вот это вот Ливия Богатая Девчонная страна Ты очень много снимал фронт Кто эти люди, которые воюют Умеют ли они воевать Или всему приходится учиться Второй день выехал на передовую Увязался с машинами, которые шли В Ашдабе проводить разбитый бой Ворваться в город, прощупать, где какие-то позиции Вступить в столкновение Трясовать, где кто есть Окружили город Сразу с нескольких точек ворвались Наша машина попала под отстрел Шла в какие-то улочки Опять попала под отстрел Приходилось вылезать, отстреливаться В общем, нормально, вполне себе жаркая такая ситуация была Тем не менее, все вышли, все группы, без потерь Я обратил внимание, что там довольно много бородачей И делись они все, как люди обстрелянные Без нервов, явно люди с опытом Я стал интересоваться вообще, кто это, что это Оказалось, что действительно есть такая ветеранская организация Которая объединяет участников различных джихадов В основном против американцев Они не террористы, они не взрывают посольства Они не взрывают миноносцы Они не взрывают башни-близнецы Но они, тем не менее, ездят воевать против американцев Хотя идеологически они ближе не к таким фундаменталистам Из которых от Аль-Каина состоит их А ближе они, конечно, к этим братьям-мусульманам На них они ориентироваться Интересно, почему они оказались в одной корзинке с американцами Своими противниками Потому что Каддафи просто третировал все, что являлось таким политическим исламом Это находилось под жестким прессингом Все они были там, сидели, прошли через тюрьмы Их постоянно выдавали американцам Там постоянно целый поток шел из Ливии на Бантанаму Естественно, как только появилась возможность Они выступили против того врага, который ближе И оказались в одной команде с врагом, который был подальше Так вот, в общении ребята довольно симпатичные Вот эта вот группа обстрелян Но она не многочисленная Их меньше сотни Есть некоторое количество офицеров Которые пытаются готовить призывников, что ли Там огромный есть тренировочный лагерь И в этом тренировочном лагере тебя начинают учить Тебе рассказывают Пулемет открывается так Сюда засовывается лента Вот так вот он перезаряжается Зениткой нужно пользоваться вот таким вот образом Но автомат там все и так умеют разбирать И, собственно, там 3-4 дня тебя учат этим навыкам И на фронт Массовые жертвы от бомбардировок Каддафи Это действительно не так? По разрушениям городов, где я был Есть потрепанные здания Есть здания с пробоинами Есть сожженные здания Ни в какое сравнение с, допустим, с Хинвали 2008 года это не идет Это следы таких легких боев Основные жертвы, массовые, весь этот кошмар Был при разгоне демонстраций в феврале месяце Когда те, кто подавлял демонстрации Разгонял демонстрации Они не стали размениваться на слезоточивый газ Они не стали размениваться на бронспоэты, там, резиновые пули Они просто стали косить из крупнокалиберных пулеметов толпу Вот тогда действительно были большие жертвы А разговоры, что под ударами Каддафи Конечно, кто-то погибает, такие вещи случаются Но я даже думаю, что это не сотни Какие настроения в городах, где ты был? Пораженческих настроений нет Вот я был в восточных городах И доезжал до Сакании Это за Рослановым, крупным, очень нефтеперегонным заводом Как раз я въезжал в Саканию Когда этот город находился между двух позиций То есть заканчиваются позиции повстанцев Дальше совершенно пустой город И за ним стоят позиции Каддафистов Довольно жуткое впечатление такого Средь Белого дня, совершенно вымершие Пустевшие, не души на улице Все вот эти восточные города Они встречают повстанцев Как освободителей То есть это такая эйфория у людей Я ни разу не встречал человека, который сказал, что Каддафи Гуд Пытался поднять голову криминал И вот им быстро задавили Причем задавили такие уличные ополчения Которые вместо полиции вышло Это буквально такие просто уличные мальчишки Может быть даже где-то и хулиганы Но вот криминал они лично задавили Удивительно, что никто так вот явно не пытается Воспользоваться неразберихой Нет какого-то там, не знаю, страшной инфляции Нет роста, не падает как бы динар Не растет доллар То есть, естественно, есть черный рынок Естественно, разрыв между банковским курсом и чернорыночным Заметный Это не выглядит как некая катастрофа Если бы не коалиция, вопрос Каддафи бы уже закрыл Фактически, только первый удар на Бенгазе Нас смогли отразить без какой-то помощи Но когда катафисты стали подтягивать дополнительные силы Уже стало понятно, что Бенгазе не удержать На самом деле неправда, что там режим бесполетной зоны и все Главная деятельность французской авиации Это нанесение ударов по скоплению бронетехники По скоплению артиллерии Просто по машинам Вся эта дорога от Адждаби на Бенгазе Она вот из таких вот агарков Но оказалось, что вот такой вот воздушной помощи недостаточно Единственный успех повстанцев, который у них был Это то, что они отбили Адждаби Адждаби это вообще такая важная вещь Потому что это ключевой город Он находится на развязке дорог И фактически, кто держит Адждаби Тот как бы держит весь восток В принципе, мне казалось безумием идти на штурм Адждаби Потому что, ну, у повстанцев вооружения-то не хватало Просто артиллерии нет там Фактически, как-то коллеги